Добрый день! Меня зовут Екатерина Стоцкая. И сегодня мы наконец поговорим, как эфирные масла Дотерра и БАДы Дотерра могут помочь при аутизме и всех расстройствах аутистического спектра. Вот, может быть, кто-то видел похожую картиночку, я в свое время делала такой флайер, и там вот перечислены те проблемы, которые часто могут возникать не всегда все разом, иногда по очереди, иногда только что-то одно, у людей, которые, к несчастью, вот с этим недугом столкнулись. Ну и чаще всего это нарушение пищеварения. Даже, я уже рассказывала, существует целая куча диет, безглютеновые, безказеиновые, безглукоматные, там, палеодиеты, еще чего-то, которое, или даже пересадка, трансплантация, микробиоты чужой, чтобы это компенсировать. Значит, помимо запоров, поносов, колик, еще часто бывает недержание, даже у людей уже достаточно взрослых. Затем тоже, то, что отравляет жизнь как самим людям с раз, так и их членам семьи, соседям, это вот бессонность. Они путают день с ночью, могут не спать сутками, могут спать именно тогда, когда вы наметили какое-то коротечение. Ну и вообще, вот сон достаточно беспокойный. Вот. Затем, головные боли. Мы даже не можем иногда представить себе, какой силы головная боль у человека, тем более, если он еще не говорит или все еще не говорит. Вот. СДВГ, или рассеянное внимание, гиперактивность, это тоже такое осложнение, которое встречается у абсолютного большинства людей сразу. То есть они все время должны что-то вертилить, они не могут сидеть на одном месте, не могут, ну там, учиться, если они учатся в какой-то там криптонной или общеобразовательной школе, или вообще долго сосредоточиться на чем-то. Очень часто шизофрения и эпилепсия, они не являются именно расстройствами, относящимися к аутистическому спектру, но это такие коморбидные сопутствующие заболевания. И даже если мы будем говорить потом о сокращенной продолжительности жизни, это имеет отношение именно к тому, что эти люди могут умереть в дальнейшее время именно от каких-то судов. Вот. Затем вот гиперчерпы. Так же, как мы не можем себе представить, что видят там насекомые, которые обладают совсем другим зрением, или как обоняют кошки и собаки, точно так же мы не можем даже догадываться о том, как люди, некоторые люди с расстройствами аутистического спектра, воспринимают привычные для нас звуки, цвета, ну, в основном, конечно, речь идет о звуках и ярком свете, но могут быть и там запахи и, ну, прочее. Значит, про сокращенную продолжительность жизни я сказала, ну, как бы в среднем, это скорее около 40 лет, хотя, конечно, они могут жить и гораздо дольше, но, тем не менее, их смертность и в том числе от, ну, каких-то несчастных случаев существенно выше, чем в норме. Некоторые в детстве, а некоторые в более старшем возрасте испытывают трудности с координацией движений, у них не очень хорошо развиты мышцы, и, там, застегнуть одежду, там, подняться по лестнице, или совершить какую-то работу, им тяжело. Очень у многих власть диабет первого типа, что зовут иммунное заболевание, и оно, ну, в некотором роде тоже является коморбидным. Эти дети, конечно, находятся в группе риска по всем вот этим ОРЗ. Извините. Вот, то есть, они гораздо чаще заболевают респираторными вирусными заболеваниями, страдают аллергией и астмы, ну, собственно, и аллергия и астмы, это тоже аутоиммунные заболеваниями. То есть, это не то, чтобы грубо, так сказать, ходить в разумении, но некоторым, которым досталось все и сразу, жизнь довольно тяжело, и их родители просто сбиваются с ног, чтобы порядочить то, это наладить пищеварение, сон. Если чему-то начать обучать ребенка, ну, некоторым везет, у них дети функциональны, чем от этого не страдают, и единственное, что могут устраивать отношения, потому что не очень хорошо считывают обратную реакцию других людей. Но, тем не менее, мы сегодня поговорим вот об оба всех этих, ну, как бы, до самых неприятностях, которые сопровождают расстройство статистического спектра. Вот. Но, поскольку мы сегодня будем говорить именно об эфирных маслах, то сначала такая небольшая прямка. Дело в том, что растения, привязанные к корням земли, они не могут ничего обвижать, у них нет когтей, клыков. Все, что имеют, то и имеют. И вот эфирные масла, они как раз являются собой домашней аптечкой, которую эфирные растения могут использовать для целого ряда целей. Ну, в том числе, в борьбе со всякими климатическими невыгодами, там, например, инсоляция или обморожение. Вот. Зимой, например, естественно, растение не может пытаться. И если оно вот не уходит, подземлю у него не исчезает, надземная часть, а древесневшее сохраняется, след помогает ему пережить дефицит питательных веществ. У растений много естественных врагов. Это насекомые, грозуные и копытные. Ну, холодные также. В жирах тоже. Вот. И они питаются. Растениями и наносят им разного рода раны. И растения научились, во-первых, упаковывать, во-вторых, зарачивать раны. Ну, и так же, как и мы, и бактерии, и грибки, и вирусы нападают на растения. И они умеют вот эти микроорганизмы там или уничтожать, или препятствовать их размножению, или тоже, ну, оттуда. Ну, и такая близкая нам тема – это куловые размеры. Восточьи растения, они женские. И гаметы. И им нужно переберать на это ленинг. И вот эти ароматы, которые выделяют растения, привлекают к полиции. Тем самым растения оставляют и продолжают все в летах. Как это не удивительно, ровно то же самое нужно нам. Нам нужно любовь, нам нужно ощущаться погодный, не в год, нам нужно завлечивать раны, нам нужно переживать стресс и противостоять разнородной инфекциям. И как это ни странно, именно благодаря тому, что таблица Менделеева у нас одна, и строение химических веществ очень похоже, и живем мы на одной планете нашей эволюции. Вот это полтроцеменное растение, голосеменное, населили Землю. Мы очень хорошо приспособлены именно к этим веществам. Значит, что такое эфирное масло? Многие рассказывают всякие легенды, что там есть элементы, аминокислоты, витамины, такие полезные вещи. Вот там нет вообще ничего, кроме углерода, водорода и кислорода. Иногда они могут быть чем-то подременными. Также вот эту тему я не знаю, но действительно некоторые масла обладают цветом, и это какие-то пигменты, ну вот, например, хамазуленовые масла голубые, там, винтергрин розовые, там, цитрунстовые, желтые или оружие. Но это, в общем, скорее всего, свойство самих терпимых, которые входят в состав. Так вот, эфирные масла. Во-первых, синтезируются растениями. Если вы купили что-то синтезированное в пробирке, это не совсем эфирное масло. Во-вторых, самое главное, что они совершенно крохотучные. В них находятся или 10, или 15 атомов углерода. Ну и пропорциональное количество кислорода и водорода в зависимости от того, сколько там двойных связей. То есть они очень низкомолекулярны. Именно благодаря этому они являются жижевыми веществами и легко проникают через мембраны. Благодаря этому они легко испаряют. Потому что, например, уже дитерпены, притерпены, тетратерпены. Ну, дитерпены еще туда-сюда, но, по крайней мере, притерпены и тетратерпены – это твердующество. Они никуда не испаряют. И то, что важно для вас, это то, что они способны проникать внутрь клетки, преодолевая клеточную мембрану. Они способны проникать внутрь мозга, преодолевая гематоэнтисфолический барьер. И даже к плоду в утробе насилия они преодолевают полуцентарный барьер. Все эти барьеры природа придумала, чтобы туда не попало ничего плохого. Но вот масла к плохому не относятся. Называются обычно конкретные терпены, которые были найдены в том или иноматре, по тому растению, в котором они впервые были обнаружены. Например, тимол, ментол, эскалифтол. Но, в частности, тимол есть не только в тимьяне. И варигарно, и тому, что называется тимол. Значит, чтобы вспомнить, я не знаю, был ли это в вашем детстве, в юности, но в моем-то точно не было. Что тетеньки, почему-то, часто падали в бомбарах, ну или дети там. Их мгновенно возвращали с того света на этот при помощи нашатерного спирта. Конечно, нестерпен, но это говорит о том, как министра срабатывает в запахе, насколько велика роль нашего абонента. Наоборот, долгое время, когда нам делали какие-то операции под наркозом, то в качестве утепления использовали хлорофор или витиловый вещество. Это все не арома масла, но, тем не менее, это просто, чтобы вы вспомнили, что так оно и есть. Мы можем мгновенно уснуть или мгновенно проснуться, просто понюхав методлоэхимическое вещество. Значит, раньше думали, что, ну вот оно вообще есть, я это знаю, но чувствую, что, собственно, абонение не сильно отличается по устройству от там зрения или сильной чувствительности или звуков. И только недавно, в 2004 году, двум американским ученым, которые работали совершенно независимым друг от друга, далее набили в то время. Они обнаружили, что у нас мгновен, который состоит примерно из 20 тысяч генов, около тысячи, то есть это 5% отвечают именно за кодирование ароматных, то есть рецепторов, которые создают вот эти самые ароматные молекулы. Ну, конечно, у животных их во много раз на порядке больше, но вот у нас около тысячи, хотя вы можете там каких-то видео лекций купить, что их 390, а те, которых правильно определили там всего 100, но, тем не менее, это именно сотни разного рода рецепторов, каждый из которых кодируется своим геном, и это просто открытие. Кстати, очень интересно то, что показывает, что помимо точководительных рецепторов, там расположены клетки опорные и клетки базовые. И вот опорные клетки нужны для того, чтобы сигнал не путался. Это вот типа как оплетка на электропровода. И вот когда сейчас ковид, многие люди теряли обоняние, то повреждались, собственно, не обонятные рецепторы, а вот эти самые опорные изолирующие клетки. А вот эти самые базовые клетки, еще не специализированные, они обновляют нам вот эти самые нервные рецепторы. То есть опонятные рецепторы живут примерно около месяца, а потом они заменяются новыми свежевырушками. И это, кстати, огромный потенциал для того, чтобы заниматься разными фильтрами и способами лечения мозга. Потому что фактически это стволовые клетки. Их можно с нашей слизистой изъять, это там разного подрастить и помещать в те места наши собственные, наш собственный мозг, если у нас там произошло поражение, ну, например, в результате инсульта. Я не удивлюсь, если окажется, что каким-то образом эти клетки могут негерировать мозг и заниматься там, ну, лечением. Но, скорее всего, это, конечно, фантазия. Но, конечно, если среди ваших близких есть нервные поражения, там, болезнь, аллергеймера, паспетона, там, и тунтов, то не исключено, что, собственно, эксклюзия может их всегда не спасти. Вот это не. А вот теперь насчет гонитных системных целом. Вот, собственно, мы видим выступы на соборе на полосе. Туда идут как раз отродки вот этих шамок варительных рецепторов. И собирается это все в такой бульбус альфакториус. На основании мозга преодолевая при этом такой решетчатую культу. Оказывается, это идет в мозг и попадает там в лимбическую систему. И лимбическая система, и, соответственно, косвенным образом оборудовательным, отвечают за... Алло, я не могу разговаривать сейчас. Значит, пищевой инстинкт, половой, оборонительный, самосохранение, родительский, стадный и цикл сон-бодрствием. Это древние инстинкты, которые есть у животных, точно так же. И это не то, за что печать короборщик получает. Если мы просто специально термином ушла, то мы очень легко можем улучшить свое настроение, снять депрессию, бороться с усталостью. И также, хотим мы это или не хотим, это улучшает нас противовирусную, противораковую защиту и замедляет процесс повторения. Но это в целом. Конечно, детям-аутистам не нужно замедляет процесс повторения, поэтому сейчас вернемся к лимбической системе. Вот то, что нарисовано здесь фиолетовым и глупым, это и есть вот это самое лимбическое системе. Он находится в основании. И вот состоит из таланста, то есть вот гиппокампа, миндалины, гипталанста. И, собственно, обонятельная утрец – это то, чем мы дышим. Это коротенький метр, 1,5-2 сантиметра. То есть это очень быстрый путь в мозг. Когда мы делаем штыривание клещенчиком и меткой, то за доли секунды наше состояние мгновенно изменяется. То есть знание, улучшается зрение, обкладывает мозг, если он был забит слизью, или уходит головная боль. И все остальное, которые работают так быстро, независимо от того, осознаем ли мы это или нет. Более того, если человек в действительности запахом говорит, ну, мне это чего-нибудь поможет. Это совсем разные вещи. Осознавать запах, как бы его обонять, и действительно, как он будет проникать и работать. Ну, так вот, значит, пара инферного масла попадает в основные возрасти, достигает момента нового мира, и попадает в лимбическую систему. Вот миндалина, гипротан, они у нас отвечают за память, обучение, эмоции, причем, в первую очередь, остатим. Талану, он связан с второй больших полушарий, и в том числе участвует в нашем сагнитивном расставке, и включает нам усиление, разум. Гипофиз связан, вырабатывает гормоны, которые воздействуют на половые железы, на точечники, и это проявляется в виде разряда, в том числе агрессии половых поведений. И запахи у нас все окрашены эмоционально, иногда это просто их свойства, а иногда это встаться с теми событиями, которые тогда происходили в вашей жизни. Иногда вам стоит понюхать какой-то запах и вернуться в счастливое детство, или там состояние влюбленности. Но иногда запахи, конечно, ассоциируются и с негативными событиями. Ну вот немножко про гематомическаллический барьер. Собственно, самое важное, что он препятствует веществам из крови проникать в нервную систему, в мозг. Потому что мозг – это самое дорогое, что у нас есть. А также заодно он не дает попадать туда инфекциям, токсинам и гормонам. Но это мешает нам излечивать заболевания мозга. То есть нужно придумывать какие-то инъекции или особо деленные вещества, которые тоже могут проникнуть через гематомическую алкоголь. А вот эфирные масла, особенно те, которые относятся к классу терпенов, на мой взгляд, непонятно почему, потому что терпенов имеют 15 атомов или рода монотерпенов. Всего 10, и вроде бы легче, но тем не менее. Они преодолевают гематомическаллический барьер, доставляют кислород в лимбическую систему мозга, и самое главное – вот этим прощенным нашим веологам – с пифизой и гипотизой. И именно там синтезируются вот эти все гормоны счастья типа эндорфина, серотонина, допамин и общинсоцина и куча других, которые и укрепляют иммунитет, улучшают настроение и заставляют вообще весь наш организм работать правильно. Вот есть некая такая расхожая идея, что мозг – это то, чем мы думаем. На самом деле мозг – это то, чем мы писаем и капкаем. Мозг – это почему у нас такие короткие или там такие волосы, это эластичность кожи, это сила наших мышц. Вообще нет ничего, ни пищеварения, ни там дыхания, чтобы не было связано с мозгом. И вот эти крошечные молитвы, они могут, кроме того, проникать в клетки и исправлять ошибки в ДНК. А мы с вами говорили, что реальные дисфункции или вообще что у нас происходит мутация ежечасная, ежедневная на протяжении всей жизни. И вот многие эфирные масла, а мутация – это очень обратимая, как любая химическая реакция. Она бывает прямой и обратной. И движется, как правило, даже в двух направлениях. Важно, чью пользу, когда идет переверка. И вот эфирные масла могут перепрограммировать, то есть возвращать ДНК в исходное здоровье. Кстати, если вы хотите, чтобы масла попали в мозг быстрее, то есть нужно принимать не в виде кактул или даже не в виде каких-то примочек. Мы вот поэтому советуем капать в язык, наносить на него. Можно третий глаз, и третий глаз – это как раз проекция этих языков. Или на затылок, там есть такая затылочная ямочка. А кстати, еще за ушами и на область подчелюстную, где походит сонная артерия. Это советует особенно доктор Хилл, затылок и шею. А, ну, то есть третий глаз в проекции и пишет, а гипофиз. Вот, а гипофиз – это железо-внутренная техническая, которая контролирует очень много что. И вот, забор щитовик железы, и половых желез, регулирует температуру тела. Значит, почему эфирные масла могут быть эффективнее, чем лекарства? Ну, вот именно потому, что они, в отличие от многих лекарств, железостворимые, водостворимые. И они проникают внутриклетки. Вот, например, вирусы, но живут внутриклетки. Воскресенье, то есть вне, нижевую крови, нижевую кровь, нижевую кровь, нижевую кровь, но туда-то потом попадают. И вот эти все патогензы, инфекция, они за миллионы лет и варительские и варительские и варительские бороться с конгецидным, бактерицидным, вирусидным действием эфирным маслом. Вот если антидотик наплотил на столь, нужно не сказать, что новое и новое, то вот то, что делают растения, продолжает действовать и так. Ну, например, так же сам генотея или там генкобилоба или что-то еще. Ну и вот эфирно-масличные растения, они складывают вот этим всем антидействием и при этом клетка немножко к этому присутствует. Значит, чем хорошо эфирные масла? Вот они проникают через все эти барьеры, которые мы с вами делали. Они способствуют всасыванию пышечники и дать нахуй. Кстати, вот если площадь нашей ковры, то площадь нашего пышечника это два футбольных поля. Так, что там происходит, невероятно важно для нашего организма. эфирные масла многие большинства способны к регенерации, препятствуют распространению патогенов и помогают выводить из нашего тела токсины. У нас это есть такая электротическая наша канализация и через нее выводятся соответственно через приманки вку и через лучевой пузырь даже через козу. И вот эфирные масла этому способны. Все они алиптогены, все антистрессовые, но больше. Очень многие именно повышают настроение, помогают сосредоточиться или на борту ветра славиться. И многие говорят, ну вот я же я таки пьян, я сам собираю травки и я вот покупаю какие-то там баны. Дело в том, что многие они работают именно за счет эфирных масел в них содержат. И естественным образом в порядке. То есть вот если вы летом высушили себе какую-то петрушку, то еще даже вы должны знать, как это делать правильно. Но довольно скоро она теряет большую часть своих производств. поэтому эфирные масла гораздо вот на порядке эффективнее что-то в России. И как мы говорим во многих лекциях, это на свою каждую цель с торговизмом очень дешевый способ корректирования. В эфирных маслах содержится не один компонент. Например, мясо и только ментол. А лимон и только лимон. там бывают десятки, а по большей части сотни растительных компонентов. Их три-четыре сотни. Медикамент это лекционированное вещество, как правило, синтетическое удовлетворение. Потому что проверили, что да, он так работает. Основное значение врачей направлено на симптомы. Например, что зарпонижающее или ничегонное. исцеляющее. А эфирные масла работают в причине этого близко китайской медицине. Здесь нет побочек типа нарушения пищеварения. И гульна раскидить руки я сейчас не буду очистить. А побочные действия многие работают с мозгом. Они оказываются токсичны. Вот еще не почек вызывают нарушение ухитворения. Известная история с аспирином вязвы желудка или форстамол, который токсичен в печени. От побочных эффектов и потом когда стреляем и у нас одновременно как бонус идет куча всяких плюшек. Потому что они решают проблему синтетическую происхождение синтетическую неизначально они были природными например инпоцетин или барвинка или хино из карахинного дерева даже ментол который добавляет в какую-нибудь звездочку панфора это все 8 и бывает зависимость а здесь зависимости не возникает но так же как у нас не возникает зависимости от едим или там пьем но друг могу попробовать давайте я попробую с другим микрофоном ответьте мне пожалуйста что у вас там сейчас сейчас лучше да ну извините тогда будем так но главное от чего я хочу вас уберечь это чтобы вы не пытались стать аромотерапевтом в определении терапевт это врач и врач учится там 5-6-7 лет потом у него ординатура но в общем в Америке часто это 11-12-13 в нашей стране аромотерапии как специальность медицинской не существует существует только разного рода курсы когда человек сам вот выучился и другие самоучки учатся у него вот в принципе я не против того учитесь если хотите но как бы считать что без этого вы не можете пользоваться маслами или что вы сможете монетизировать подумать свои знания это в общем некоторая иллюзия все-таки какое-то естественно научное фундаментальное образование для этого нужно я вот хочу вам сказать что почти все вы пользуетесь кучей всяких гаджетов и электроприборов водите машину пользуетесь стиралкой посудомойкой фотоаппаратом телефоном и так далее и совершенно не паритесь от того что давно забыли как они устроены как действуют и что вы не можете их не можете понять что происходит на самом деле вот у меня есть даже пара вебинаров на эту тему эфирное масло действует даже для животных там конечно тоже можно доказывать что есть плацебо что каждому приятно когда его гладят но тем не менее вот не совсем так у них все-таки самовнушение не столько большое как у нас и они действуют независимо от того верите вы или не верите но как же быть как все-таки не заблудиться в этой огромной массе информации и сэкономить свои деньги потому что ну там две тысячи там полторы там три в общем набегает и хотелось бы все-таки не из пушки по воробьям а ровно то что нужно вот я вам очень советую сделать небольшую инвестицию в собственную экспертность вот приобрести ну как минимум скачать приложение на телефон называется оно Modern Essential Plus есть в принципе еще одно приложение вообще бесплатное называется Essential Oils and More я например люблю бумажные книжки и есть вот например мини энциклопедия которая называется Modern Essential сейчас новое издание есть она в таком развернутом варианте большая энциклопедия есть книжка эмоции эфирные масла и у вас совершенно чудесно эфирные масла это просто где приведены 400 протоколов на все случаи жизни стоят большие книжечки ну там в районе двух тысяч немножко больше немножко меньше и на самом деле это цена вот одного флакона той же там лаванды или ангарда если вы такие дорогие масла хотите использовать грамотно и не попадать мимо денег вот обзаведитесь своей библиотекой и перед тем как писать в чат ой девочки а вот что от этого или что от того откройте по алфавиту ваш диагноз если не нашли ищите какие-то синонимы и ответ там будет причем ответ от врачей ответ от основателей компании ответ именно от тех кто знает что говорит вот например в книжке modern essentials там приводится ну большой перечень описывается что это болезнь большой перечень рекомендаций но в такой фиолетовой рамочке там всегда будет простое решение и там будет приведен тот рецепт который срабатывает почти у всех если вдруг вы не нашли берете пишите в поисковой строке ну я советую гугл можете конечно в яндексе essential oils for слово essential это эссенции это вот вот эта самая квинтэссенция которая извлекается из масла oils это древнее слово масла оно идет и для нефти и для каких-то масел жирных и в том числе для эфирных потому что раньше думали что они родственны жирным маслам поскольку плавают на поверхности воды вот если помните олады что-то происходит от того же самого слова вот и вот for это предлог для и дальше вы пишете туда по переводчику переводите но обычно переводить фактически не надо там астма аллергия аутизм и все что угодно большинство медицинских терминов на языках всего мира звучат одинаково и поскольку не все знают английский язык я советую там выбирать то что называется картинки на картинках будет коллективный разум десяти миллионов датеровцев и не только датеровцев также янглинговцев или там пронаромовцев или там виласановцев которые в таких сублимированных картиночках которые когда-то были размещены в каких-то постах там инстаграммах еще где-нибудь будут приведены рецепты очень часто эти рецепты совпадают и это наводит на мысль что когда доктор Хилл еще читал лекции на местах он делился своими фишками и вот люди эти фишки превратили в красивые картинки и вот ищите там если вообще не знаете что начать что выбрать прислушайтесь к тому что делают дистрибьюторы датера то есть абсолютно большинство примыкают к компании приобретя вот набор семейная аптечка или эфирный дом сейчас появился еще замечательный набор для ну правда без кокосового масла потому что оно под сенсами для ароматач массаж и по нему в общем сейчас есть замечательное приложение то есть вот эти 8 масел стоят на 6 тысяч дороже чем вы будете покупать их отдельно еще вы получаете бесплатно обучение от доктора Хилла интерактивное кроме того опять-таки вот можете посмотреть какие у нас бестселлеры тут написан процент от продаж всех трехсот наименований продукции и вот это те которые ну вот от двух примерно процентов и выше и люди просто голосуют ногами кошельками это то что работает в первую очередь я буду отдельно рассказывать все-таки еще будет лекция про технику безопасности но здесь просто чтобы вы понимали что способ употребления мысел так опять не слышно да все хорошо да ладно продолжаем вот то есть я считаю например что существует не три способа ингаляция наружное и внутреннее употребление я наружное делю на проглатывание внутрь и как бы усвоение через кишечник и нанесение 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 на слизистые слизистые эти могут быть народ говорит что слышно слизистые это не только ротовая полость носовая полость и даже глаза но это конечно особенно осторожно нужно и ректальные и вагинальные могут быть нанесения но сейчас они будут рассказывать об этом подробно я буду рассказывать когда техника безопасности но вы по крайней мере видите что на любой вкус есть варианты все-таки немножко насчет техники ароматач доктор хилл изобретал ее два или три года а может быть даже все предыдущие 15-20 это универсальный массаж который длится 30-40 минут час в зависимости от скорости ваших движений это универсальный антистрессовый массаж и просто буквально на массажном столе у человека может пройти боль расслабиться какие-то мышечные зажимы после этого там у ребенка может пройти энурез или исчезнуть эписиндром то есть и кроме того это профилактика всех сезонных заболеваний там есть 4 пара масел баланс лаванды успокаивающие чайное дерево ангард иммуномодулирующие обезболивающие смесь ароматачи деблю и возвращающие вас к жизни мята и апельсин очень советую пройти сейчас обучение специально потому что обстоятельства таковы что приезжать сейчас из Америки в Россию не так-то просто вот то есть снимается стресс усталость укрепляется иммунитет улучшается кровоснабжение а кровоснабжение это наше все то есть мы не можем заменить сосуды кроме там может быть аорта да устраняются даже какие-то ментальные энергетические блоки и это стресс установление отношений в семье то есть если члены семьи делают друг другу ароматач массаж то взаимопонимание очень сильно растет и качество жизни тоже подросткам полезно которые всегда не уверены в себе пожилым людям у которых мало сил спортсменам в общем вам самим его нельзя делать самим себе хотя там есть например массаж стопы ладоней но это будет повод обзавестись каким-то партнером ну вот эти самые четыре шаги управления стрессом поддержка иммунной системы снятие воспаления и поддержание гомеостаза ну описано в специальных справочниках и вот объясняются на этой самой школе затем что хочу еще вам рекомендовать все вы слышали про симфонию клеток раньше это было ну не знаю насколько легальное издание сейчас оно стало легальным состоит вот из четырех таких буклетиков книжечек стоит уже дороже тысячи сто но приобрести его надо обязательно у меня правда картиночки будут из вот этого предыдущего издания но я хочу вам сказать что ни один ни два и даже не три протокола имеют отношение к проблемам нас интересующих и кроме того там обязательно нужно читать вначале инструкцию я вот сама когда читала например пропустила и только мои новосибирские друзья обратили мое внимание что оказывается ну там рекомендуется например пойти в сауну или в душ еще что-то но есть такой замечательный способ что нужно накрыть человека горячим отжатым вот влажным полотенцем оно должно быть настолько горячее что вы его почти не смогли бы держать руками когда вы накрываете человек этим полотенцем он тоже испытывает такое минутное ощущение ожога но обязательно его сверху накрыть теплым махровым полотенцем и сверху пледом ему ни в коем случае не должно быть холодно и как только человек почувствует что идет какое-то охлаждение не снимая вот этих утепляющих прокладок вы выдергиваете одной рукой вот это влажное полотенце и он после этого еще какое-то время лежит то есть вот все что вы туда нанесли на капле начинает как бы вот вытягиваться назад и всасываться по второму разу и все тело вибрирует каждая клеточка живет вот многие у нас так даже и называют горячий массаж если вы до этого так не делали то попробуйте обязательно значит кроме того 4 протокола не подразумевают вот этой самой горячей влажной процедуры и кстати неврологический гормональные прощения и эмоциональные кроме того автор книг пишет что а это будет что нужно обязательно после массажа выпивать воду с одной-двумя каплями цитрусов например лимон и апельсин опять-таки мало кто это делает вот есть протокол основной он собственно считается детским но он как бы протокол для начинающих там всего 4 масла и тут кстати видно как устроен скелет любого протокола в абсолютном большинстве случаев первое масло это ладан последнее масло это мята и в серединочке где-то ароматач и даже несмотря на то что там всего лишь навсего добавлен чайное дерево он работает и с астмой которая часто бывает у детей с рас с болями в животе с головными болями тоже поддерживает иммунитет снимает стресс и тревожность так что если у вас масло мало вы хотите с чего-то начать начните вот с этого самого простого значит воспалительный протокол мы говорили что как раз воспаление хроническое воспаление любой природы очень вредны и вызывают потом кучу аутоиммунных реакций и вот воспалительный протокол тоже вот он работает с воспалением головными болями также с запорами например и судорогами а судорожные синдромы есть у очень многих таких деток затем протокол гормональный баланс здесь уже даже больше наших тем это и беспокойство и бессонница и депрессия синдром дефицит внимания гиперактивности стресс и судороги но тут у меня с некой черновой версии такие картиночки на самом деле все диагнозы там приведены в алфавитном порядке вот теперь инфекционные болезни мы говорили о том что очень часто как бы сочетаются с появлением расстройства атистического спектра вирусные заболевания перенесенные матерью или ребенком и вирусы как вы знаете от нас никуда не деваются остаются с нами надолго они живут внутри клеток и вот вирус обштейнбара прочие вирусные инфекции гепатит грибковые заболевания кандидоз это вот мы видим в перечне протоколов по инфекционной болезни значит лимфатический протокол опять-таки диабет дрожжевая инфекция и иммунитет дрожжевая инфекция это кандида некоторые даже считают что кандида это вообще причина в том числе аутизма ну не знаю но тем не менее вот имейте ввиду если у вашего близкого есть диабетические какие-то составляющие или вот кандидоз то да вот затем есть два протокола называющиеся клеточные 1 и клеточные 2 клеточным 1 мы видим аутоиммунные заболевания депрессия абсцессивно-компульсивное расстройство оно часто является коморбидным для рас и шизофрении шизофрении тоже встречается и ну то есть это отдельное независимое заболевание но часто этот диагноз ставят детям по достижениями 18 лет вот клеточный 2 он больше связан с нейротоксичностью отравлением тяжелыми металлами гипоксией недостатками значит кровоснабжения есть куча заболеваний которые не являются раз но тем не менее тоже неврологические инвалидизирующие людей вот имеете ввиду затем протокол иммунный правда не видно вот там аллергия диарея запор кандидоз и целиакия а целиакия свойственно очень многим детям сразу или по крайней мере непереносимость глютена вот у меня к сожалению не вижу название этого протокола наверное вы видите меня просто закрывает и не могу даже сразу собрать сейчас книжку попробую а пищеварительный да а нет ну там был прощение это такой эмоциональный тоже протокол там беспокойство гнев депрессия иммунная поддержка стресс усталость утомляемость и ярость вот ну кстати ярость и гнев это то с чем часто сталкиваются родители и почему детям начинают давать какие-то таблетки сильно действующие вот теперь вот протокол сенсорный и вот это на самом деле наше все тут вообще почти нет диагнозов которые бы не встречались у аутистов то есть это и аутизм и аутоиммунное расстройство вот это неуклюжесть которая называется диспроксия задержка развития ну интеллектуального и речевого там вот навязчивое поведение абсцентивно-компульсивное расстройство вот первозивное нарушение развития это один из видов рас в перечне да перепады настроения повышенная чувствительность к раздражителям вот как мы говорили там звуком и свету пропориорецепция это то как мы ощущаем свое тело вот собственно недержание кала и мочи это часто связано с тем что человек не осознает вот своих внутренних органов не чувствует или вот какая-то неуклюжесть связана с тем что вот координация плохая он тоже не понимает где у него находится конечности или что-то еще вот эта сенсорная тяга употребления в печени седобных предметов синдром Аспергера СДВГ тревожность шизофрения эпилепсия то есть это все вот наш спектр и если вы не знаете с какого протокола начать начинайте с сенсорного я опять к сожалению не вижу а эмоциональный протокол бессонница биполярное расстройство гипоксия гиперактивность гнев депрессия диабет абсессивно-компульсивное расстройство стресс тревога эпилепсия тоже просто вам бы нужно всякий раз читать весь перечень заболеваний при конкретном протоколе и смотреть чего у вас больше вот вот ну вот эмоциональный протокол вот здесь опять-таки но вы тоже можете читать я выделила специально желтым цветом чтобы вам было понятно где это все лежит и последний тоже меня закрывает название это энергия ци или чи но тут вот самое интересное это вот эти самые аутоиммунные заболевания потому что как мы с вами говорили аутоиммунная причина скорее всего лежит в основе расстройства аутоиммунного спектра и многие сопутствующие заболевания имеют ту же самую причину то есть это и вот болезнь крона и дырявый кишечник и диабет и астма и аллергия то есть вот можно воздействовать сразу на все кстати вот тот же самый доктор Хилл вообще советует чтобы вы не использовали какое-то конкретное масло всегда сопровождать его ладаном и мятой ну вот конкретно в этих протоколах первый ладан и последний мят но здесь предлагают сначала наносить желаемое эфирное масло а потом ладан и мяту вот теперь значит если вы приобретете вот эту самую книжечку модерна сэншел что означает современные эфирные масла там тоже без информации можно ее читать на досуге кроме того там есть вот система условных значений и около каждого масла там написано и вы можете узнать можно его принимать наружно ингаляционно можно ли его принимать внутрь что там с подчувствительностью можно ли его использовать без разведения в какой пропорции его разводить какие рекомендации являются самыми главными какие вот как бы проверить на всякий случай есть ли научные статьи посвященные именно этой теме и надо ли соблюдать какую-то осторожность потому что есть масла горячие вот эта большая книжка запихнут вот в такое приложение модерн сэншел плат стоит на русские деньги там где-то 300-400 рублей в зависимости от вашего провайдера там есть русификация но там не полная книжка а только диагнозы мономасла и смеси и нету половины книги где там всякие разные советы еще даются объясняются и вот есть еще другое мобильное приложение оно бесплатное надеюсь сейчас еще можно скачивать называется essential oils and more там тоже есть диагнозы и тоже есть эфирные масла эти рекомендации не очень совпадают в этой книжке очень очень то есть приложение подробно все написано и опять-таки это все переведено на русский язык один недостаток что когда вы смотрите на список диагнозов или список масел они идут не в русском алфавите а в латинском поэтому сначала найдите по-английски а потом переведите на русский там пишут это реальные просто дистрибьюторы это такой коллективный разум и они часто говорят а вот это нам рекомендовал лично доктор хилл поэтому советую обратить внимание и почитать те проблемы с которыми вы столкнулись вот значит многие думают что эфирные масла это только нюкать но у нас кстати обонятельные рецепторы есть даже во внутренних органах и на коже тоже и кожа очень-очень важный орган и в принципе мы очень много эфирных масел наносим на кожу в разведенном виде иногда в чистом виде если мне удастся я покажу вам в конце трехминутный ролик чтобы вы увидели как на самом деле употребляют эфирные масла чтобы вот этих разговоров нужно ли разводить в соотношении там один к ста один к двум стам и так далее и что ой я боюсь внутрь или еще чего-то вот не возникало там ну этот ролик стоит и на сайте компании например на моем канале в ютубе это просто ознакомительный ролик там показано как родители с детьми пользуются эфирными маслами и вот кожа это то на что следует обратить внимание потому что там находятся вот эти нервные рецепторы там огромное количество нервных окончаний и кровеносных сосудов и эфирные масла впитываются через кожу и попадают в кровоток кстати самое безопасное место на коже это конечно стопы но мы еще любим позвоночник потому что там выходит тоже все нервные корешки все кровеносные сосуды все лимфатические и вот чтобы не тратить сферимидаром прямо от хвоста до затылка вдоль позвоночника имеет смысл наносить масла наносить их следует не очень сильно разбавляя вот например и в ароматач массаже и в симфонии клеток там количество капель базового масла ну примерно 4-5-6-7 но не больше вот значит при вдыхании довольно трудно отделить там у нас идет гуморальная или нервная реакция потому что с одной стороны это сразу попадает на обонятельные рецепторы а с другой стороны попадает на слизистую оболочку и проникает в кровь и сразу все это попадает в лимбическую систему корректирует выработку гормонов и воздействует на наше настроение с гормонами подольше с настроением побыстрее если мы употребляем наружное или внутреннее то тоже через слизистую кишечника или через кожу это все всасывается в итоге в кровоток попадает в каждую клеточку тела и ну помогают нам справляться с проблемами это повтор вот вот книжечка которую я еще показывала азбука от ТАДАЯ чем она хороша там нарисована проекция ладошек и проекция подошв и там не только написано что подушечки большого пальца это например головной мозг но также написано масла которые именно тропны как бы то есть стремятся к это орган мишень головному мозгу вот например для мозгов что нас интересует в данном случае тут есть перечень ладан мира пачули ветивер сандал антивозрастная смесь это иммортель заземляющая смесь это баланс и смесь для концентрации внимания интюм а если у вас проблемы с печенью то вот пожалуйста герань кинза ладан все цитрусовые масла дидиар детоксикационная смесь эндокрин и смесь для улучшения метаболизма с кинеменцесси книжечка стоит копейки вот обязательно надо приобрести и вот то же самое про подошвы если у вас почти ничего нет и времени и сил разбираться где чего запомните подушечка большого пальца стопы это все что имеет отношение к мозгу у деток можно так вдаваться в подробности не вдаваться но опять-таки значит задняя часть подошвы это все больше имеющее отношение к пищеварению а центральная часть вот то есть передняя груди а наши пальчики подошвы это вот или мозг или соответственно там между пальцами основания это там ушки глазки и так далее то есть можно мазать прицельно вот значит мы не будем говорить что эфирные масла дотера увеличивают аутизм но качество жизни как самих вот заболевших так и их окружение конечно мы можем улучшить потому что сон может быть более полноценным суточный ритм может совпадать с нашим да вот не будет постоянной тревоги размножения раздражения депрессии можно будет начать какое-то обучение более-менее серьезное за счет сосредоточения вот это двигательное беспокойство в том числе вот эти стереотипи и перевести их в какое-то там более полезное русло нормализовать пищеварение чтобы не надо было носить смену белья и стирать с утра до вечера укрепить иммунитет почему потому что нам очень важно чтобы дети не заболевали ни гриппом ни ковидом ни там ОРЗ никакими ни ОРВИ потому что это тоже способствует как бы ну торможению их развития уменьшить вот эту самую аллергию как пищевую так и все прочее вывести токсинные тяжелые металлы эта тема сейчас такая ну как бы пытаются ее отрицать что консерванты в прививках типа мертель от ратути или там соли алюминия еще что-то ну либо не используется либо их мало еще чего-то но тем не менее бывают случаи когда вот эти все неврологические отклонения связаны с токсинами тяжелыми металлами вот можно уменьшить стереотипии самостимуляции просто потому что у человека появятся ну другие виды деятельности уменьшить вот эти самые спазмы и снять отеки с отдела головного мозга которые собственно и нарушают ну его функционер вот 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 я когда-то делала вот такую табличечку правда с тех пор появились новые масла но я вот здесь пробегусь значит номер один у нас это конечно ладан вы видите что из ДВГ аутизм эпилепсия ну и прочие в том числе пищеварительные проблемы да ветивер в принципе ветивер считается таким мужским женским афродизиаком считается заземляющей смесью очень такое тягучее медленное масло но вот именно оно тоже имеет отношение к аутизму и синдром дефицита внимания снимает вот гнев тревожность стресс истерики помогает от бессонницы кстати все то что здесь написано имеет отношение к здоровым людям точно так же поэтому если слава богу вы просто из любопытства смотрите имейте ввиду что от бессонницы ветивер очень-очень хорош и как обезболивающие кедр ну используется при ну кстати не только кедр еще кипарис например при норезе да вот и кедр из ДВГ кедр кстати считается маслом медитации его используют йоги ну вот и пожалуйста бессонница и разного рода инфекции и респираторные заболевания можете потом на досуге пролистать эти слайды и посмотреть ну лаванда это вообще одно из самых известных седативных свойств она расслабляет усыпляет ну кстати заживляет улучшает состояние кожи то есть лаванда это то что нужно обязательно иметь в собственной аптечке кстати она есть в той аптечке которая предлагается вашему вниманию и она кстати антиаллергическое аллергическим свойством обладает сандал у нас есть два сандала используйте тот который вам достался они не очень сильно отличаются вот сандалы это тоже классика как бы относится к этим сакральным маслам известным с древности и опять-таки и тревожность и депрессия рассеянность панические атаки это все вот наш тем римская ромашка считается самым самым детским маслом вот и конечно тоже работает вот эпилепсии стресса тревожности может просто капать даже вокруг кроватки детской раскладывать на каких-то ватных дисках или на салфеточках и в качестве снотворного вот теперь вторая вещь которую обязательно нужно иметь ее правда нету в аптечке но есть в одном регистрационном наборе это смесь баланс неудивительный состав там черная ель коричник голубая пижма голубая ромашка а тут ладан еще на самом деле это я ошиблась и он немножко разведен уже кокосовым маслом и вот и при аутизме и в общем при любых неврологических нарушениях будь то панические атаки или вот перепады настроения или наоборот гнев бессонница оно помогает и кстати поскольку там находится голубая пижма и голубая ромашка те же самые масла что например в деблюк оно помогает от мышечных болей и это кстати очень быстрый способ нормализовать давление ну просто считанные минуты то есть вот баланс это вот такая гармония и это нужно обязательно иметь в доме в том числе использовать родителям очень тоже важное масло серенити оно правда больше касается именно сна переводится как умиротворение но также и помогает при трудностях в обучении головных болях у него довольно богатый состав кстати я потом буду говорить про ватсеренити он отличается от вага вот тут лаванда кедр коричник ланг-кланг майоран римская ромашка витир ваниль сандал просто очень богат мята очень интересна тем что она помогает нам ощутить собственное тело вот поскольку у нее она раздражает кладовые рецепторы то когда мы его наносим на тело то ребенок начинает его осознавать и чувствовать и вот рекомендуется и при аутизме и при трудностях с координацией движений с обучением она очень хорошо концентрирует внимание это вы можете проверить просто на себе сделайте себе вштыривание с мятой и желательно апельсином чтобы это было поприятней и у вас сразу пояснится сознание и вы сразу начнете все понимать вот это универсальное обезболивающее от всего и пищеварительные боли и мышечные боли и головные боли и боли при ПМС вот и тоже антиаллергическая и наконец наконец мы добрались до гениальной смеси которая называется DDR Prime там довольно странное название для клеточного очищения и вообще вот это слово DDR мне поначалу напоминало Deutsche Demokratische Republik бывшая ГДР я вообще не знала почему так по-дурацки называется а потом я обнаружила услышала какой-то лекция американской что это расшифровывается как Damage DNA Repair то есть это почивка сломанных хромосом и действительно да то есть и при онкологии и при неврологии и при косметических проблемах в общем это при заживлении ран совершенно изумительное масло и кстати там довольно простой состав вот ладан апельсин лемонграсс тимьян чебер это вот двоюродные врате гвоздика и неаули или наёля это вид чайного дерева то есть на мой взгляд нужно иметь обязательно и я буду в следующий раз рассказывать как при помощи DDR люди получали результаты по появлению у неговорящих детей речи вот цитрус-глиз это такая девчачья смесь для подъёма настроения но мы обычно когда советуем что-то неврологическое заодно обязательно или цитрусовые масла или вот эту смесь потому что дети аутята тоже очень хотят радоваться жизни и вот цитрус-глиз один из вариантов затем смесь паст-тенс она используется при мигрениях в болях разных в том числе мышечных и когда ногу свело в спину вступило вот и при бессоннице можно например кстати можно использовать ещё крем деблю в котором есть тот же компонент гультерия смазывайте себе шейно-воротниковую зону когда расслабляются мышцы основания черепа шейно-воротниковой зоны у вас может прийти нормальный сон вот смесь интюн специально разработана для сдачи экзаменов занятий концентрации внимания и аутистам очень даже показанным кстати его медикаментозная аналогия это риталин и адырал если вы не любите лекарств вот пользуйтесь смесью интюн есть целый ряд таких масел ну вот это цитрусовое но с каким-то таким цветочным оттенком это бергамот еще там ланг-э-ланг и собственно сама лаванда герань которые тоже показаны аутистам они снимают тревожности депрессии панические атаки и бессонницу ну кстати заодно это такой афродизиак поэтому смотрите полувозрелые у вас дети или нет вот и ланг-э-ланг и ланг-э-ланг тоже афродизиак вообще-то говоря снижает очень быстро и сильно давление но в том числе является мощным антидепрессантом и снотворным и также показан при эпилепсии которая у каждого второго вот и теперь мы от таких как бы ментально эмоциональных масел переходим к функциональным вот смесь ангард на страже это сиппродаж дотера которая во время ковида продажи увеличились в 5 раз вот опять-таки не хотите чтобы ваши дети болели инфекциями которые они тащат там с улицы детского сада с каких-то там курсов или от вас самих вот используйте ангард кстати не говорила но советую обратить внимание у детей с расстройствами ну и взрослых расстройствами атистического спектра довольно острое обоняние и они могут от чего-то отказываться поначалу но кстати обычные люди вот приходят ко мне первый раз нюхают масла и говорят ой какая гадость или ой я уже ничего не понимаю я ну особенно если несколько масел уже понюхали нет нет мне ничего не нравится а потом приходят через неделю другую у них как будто нос калибровался они говорят ой а это же такая прелесть как же так я вот в прошлый раз не понял или а вот это мне теперь больше не нравится то есть это все такая эволюция и не надо наносить сразу на одежду вашему ребенку какие-то масла нужно делать это дистанционно нанесите на свою одежду или положите где-то там за окошком за навесочкой ватку или там в изголовье чтобы если ребенок все-таки активно не принимает какой-то аромат его можно было быстро убрать концентрацию в диффузоре тоже делайте не максимальную там 6-8 капель на комнату сначала сделайте там 2-3 у них чувствительность повышенная им может быть не обязательно они даже знаете масла могут тестировать проверять за закрытыми крышечками то есть им даже не обязательно их открывать чтобы услышать этот запах ну вот значит вернемся к вангарду это вот легендарное масло в котором есть апельсин гвоздик и корица эвкалипт и розмарин и он работает на все проблемы которые кончаются на ит что означает воспаление то есть атид конъективит панкреатит в общем все что можете придумать на эту тему и в том числе при лечении зубов некоторые его используют для снятия зависимости там например от курения и выводят всякую заразу типа бородавок пилом грибка и снимают зуд от укусов но главное конечно это вот бактериальные вирусные грибковые инфекции масло чайного дерева это австралийское масло и у аборигенов оно было панацеей от всех болезней и вплоть до пухолей ну и конечно в первую очередь это заживление любых ран и борьба со всеми инфекциями которые кстати эти раны часто сопровождают ну и респираторные заболевания и кожные и аллергия и вот его используют кстати при ушной боли когда мы берем лаванду чайное дерево и герань ну если боитесь герани если ребеночек маленький то зелик и буквально за там полчаса проблема уходит тоже функциональная смесь бриз дыхательная смесь кстати тоже от аллергии кстати снимает тревожность кстати от синяков помогает но главное конечно все что связано с дыханием это просто простуда кашель насморк гаймориты фронтиты бронхит пневмония то есть вплоть до хобла хронической абстрактивной болезни легких ну и конечно астма то есть вот просто тоже надо иметь обязательно в аптечке равно как ионгард и баланс и лаванду и ладан о которых мы говорили большая часть есть в семейной аптечке то есть бриз даже можно просто дышать из флакончика а можно налить кулончик там пару капель и носить его с собой опять-таки смазывать изнутри ностри но с детишками сначала нужно договориться то есть вы можете по вечерам или там перед сном устраивать пронюхивание не всей коллекции а чего-нибудь и ждать пока они скажут вот это мне нравится это хочу чтобы они разрешили вам мазать например на стопы или на спинку или на шейку или просто дышать в платочках вот и последняя вот из этой серии это смесь пищеварительная кстати помогает тоже от синуситов при нанесении в бочное кольцо но основное конечно это все что имеет отношение к пищеварению вот начиная от изжоги код и кончая метеоризм ну болезнь крона это тоже собственно говоря практически синдром доверяемого кишечника но и вот кандидозы они у здоровых людей постоянно то есть это тоже из того что нужно иметь в аптечке ну вот значит теперь тоже голубом у Абадом у нас есть так называемый набор лайфлунг виталити и в детском исполнении он есть как жевательные витамины жидкая омега и еще пробивочки тут подробные слайды но я не буду на них сейчас останавливаться сильно вот то есть если человек имеет неврологический диагноз и онкологический диагноз или вообще почти любой диагноз ему как правило не хватает ненасыщенных жирных кислот и вот эта ксиомега содержащая омега 3 обязательно должно быть в вашем арсенале она сертифицирована в России продается у нас и пожалуйста пользуйте ей ваших подопечных вот помимо того что там есть ненасыщенные жирные кислоты эта смесь обогащена жирорастворемыми витаминами А Д Е которые тоже являются антиоксидантами незаменимые жирные кислоты там не только ЭП Д ЕЧ но еще и ЭЛЕ и СД там есть и животного и растительного происхождения там обогащена природными картиноидами лютеин астоксантин диоксантин или копен и вот эти самые масла довольно большая коллекция гвоздика ладан тимьян кумин апельсин мята имбирь тмин и немецкая ромашка все это про антиоксиданты мы с вами говорили что антиоксиданты это то что нам нужно это то что воздействует вот на эти самые митохондрии откуда берется митохондрия они достаточно есть вариант для веганов и там только растительное происхождение вот затем второй в этом комплекте вторая баночка это витамины и тоже они не просто абы что потому что там во первых минералы добавлены в биодоступной форме в виде хилатов самые известные нам хилаты это хлорофилл и гемоглобин там соответственно магния и железо но там про другие минералы идет речь вот и туда добавлены ферменты и растительные экстракты затем витамины вводятся в виде гликопротеиновой матрицы что делает их биодоступными чтобы они не транзитом шли в унитаз а действительно использовали по вашему организму и там сбалансированные количество вот на этикетках написано сколько там процентов вот кружочком я пометила эти самые гликопротеиновые матрицы в которых заключены витамины а внизу мы наоборот видим какие минералы находятся в виде селатов туда добавлено 4 вида капусты а капуста как вы знаете один из самых сильных онкопротекторов 8 видов ферментов ферментативная недостаточность очень часто бывает у детишек и есть еще экстракты тмина имбиря имбиря и мяты пенечной способствующие здоровому пищеварю значит последний из комплекта LifeLong Vitality это альфа CRS это антиоксиданты и кстати защищают нашу ДНК поддерживают нормальное деление повышают за счет митохондрий тонус и выносливость это вот то что кстати нужно при митохондриальной недостаточности укрепляется иммунитет и улучшается работа мозга вот здесь то же самое перечислены такие очень известные антиоксиданты которые туда входят и вот басвелия индийская в отличие от тех басвелий которые у нас используются для экстракта масла байкалин ну в общем там расторопша шлемник байкальский горец гербенчатый зеленый чай гранат куркумин вот виноградные косточки кара сосны ну то есть вот просто хиты а также добавлены ацетил л-карнитин альфа-липоевый кислотак энзим ку-10 кверцетин экстракт гинкобилоба вот если вы подозреваете что вашего ребенка возможна митохондриальная недостаточность за счет этого проблема с работой мозга вот обязательно это надо к сожалению альфа то есть ллв лайтлонг виталити еще не сертифицирован в России пока только омега доступна но вот нам обещают каждый месяц что вот-вот он появится в продаже пока что его можно приобретать в Америке ну и туда же укоротитель животика экстракт мяты перечной имбиря и тмина кстати обратите внимание что в отдельности мяты перечной имбирь и тмина тоже могут помочь при расстройствах пищеварения вот есть детская коллекция кстати крышечками которые ребенок не может сам открыть и обычно деткам очень нравится что жевательные таблетки что вот этот самый со вкусом арбуза или там апельсином со вкусом арбуза там таблетки а со вкусом апельсина это самое омега а вот эти сашетки можно просто засыпать в рот ну или растворять в том что вам нравится йогурт молочке соки и так далее это тоже пробиотики отдельно продается методу макс комплекс для повышения энергии и выносливости слово мита должно вас наводить на мысль что это имеет отношение к митохондриям так оно и есть это вот главный такой энергетик опять-таки исходя из нашей концепции что это аутоиммунное заболевание конфликт иммунный между нервной и иммунной системой и страдает митохондрией которые должны обеспечивать энергией нашей нервной клетки мозга то вот на мой взгляд методу макс это то что надо обязательно доставать пока что из Америки вот надеюсь скоро появится и у нас вот в него входит ацетил л-карнитин альфа-липоевая кислота кэнзим пудитить личи зеленый чай сафора японская кардицеп жень-шень ашфаганда то же самое просто самые хиты антиоксидантов вот дидиар у нас есть про который я говорила что это исправляет повреждения ДНК не только в виде эфирного масла но он капсулирован в виде капсул если люди это масло не знают как употреблять потому что рассасывать его под языком или добавлять в еду ну не так интересно вы можете правда сами делать самодельные капсулы но можете использовать готовые затем как вот я говорила что после каждого массажа нужно бы выводить токсины ну хотя бы просто пить воду а в идеале воду с маслами цитрусовых но вот здесь вам пожалуйста еще раз два три четыре пять шесть семь восемь вариантов чего бы можно было пить чтобы разнообразить это самое свое питье просто с утреца берете там стеклянную бутылочку или металлическую или просто стаканчик капаете на дно но если на стакан одну каплю если на бутылку там можно две-три капли заливаете пенящейся такой водой и перед употреблением обстряхиваете целый день ходите и пьете это будет детокс благодаря детоксу будет чиститься лимфа чистится печень улучшаться зрение и можно даже снять очки вот у нас по поводу детокса вообще очень широкая тема два главных класса это зонтичное и цитрусовое масло и вот например грейпфрут прекрасно используется для снятия похмелья заодно он кстати снижает уровень сахара в траве вот а вот эти самые масла зонтичных это фенхель кинза и кориандр что суть одно и то же растение только кинза это листья кориандр семена потом сельдерей тмин и укроп и есть специальная смесь диндокрин которая уже есть розмарин танжерин джонни пербери джонни пербери у нас отвечает за мочевыводящую систему герань и опять кинза собственно все вот эти четыре смеси которые здесь нарисованы которые можно употреблять внутрь а у нас очень мало что можно употреблять внутрь так вот они все являются детоксикантами а для наших детей детоксикация очень важна потому что токсины возникают и при нездоровом пищеварении и при атаке разных патогенов и при отравлении тяжелыми металлами и вообще при житье в нашей современной планете которая битком набита всякой дрянью вот но вот на одной из конвенций пару лет назад компания поделилась с нами таким рецептом что если взять кинзу и этот самый сельдерей и втирать по капельке в стопы на протяжении трех недель вот можно довольно сильно почистить кровь если вдруг у вашего ребенка там обнаруживаются тяжелые металлы ну вообще я советую сдавать анализы на все перед тем как начинать чего-то лечить может быть у вас и нет тяжелых металлов но опять-таки нос ребенка скажет вам нужно ему это или нет и собственно ваш нос скажет вам если он скажет я хочу кардамон нюхайте и ешьте кардамон можно также например делать детокс ванну кстати это будет снотворное успокоительное для ваших деток вот смеси баланса терените добавить соль растворить и такая не очень продолжительная ванна перед сном поможет ребенку заснуть аллергия это тоже тема наша поскольку очень многие дети сразу аллергики есть специальный бак только в Америке пока троис в него входят лаванда лимон и мята вы можете сами сделать самоделку то есть по две капельки лаванды лимона и мяты или для детей по одной капельке или просто вообще смешайте в отдельном флакончике и будет капля смеси если дети совсем кархатулечные вот в виде капсулы можно кстати даже наносить на проекцию печени на стопы тоже будет срабатывать если аллергия такого астматического больше характера то вот хорошо использовать бриз бриз прекрасно работает с полинозами а для поддержки всего этого дела стоит брать кальций в виде боннутриент комплекса опять-таки только в Америке ну или ищите где-то еще вот потом у нас огромная линейка по поводу пищеварения то есть там есть БАДы GX-ассист антипаразитарный PB-ассист это пробиотики террозайм это ферменты дигистаб таблетки от эжоги зиндокрин детокс есть капсулированные масла в виде там дигиздена зиндокрина есть собственно отдельно масла дигиздена зиндокрин и есть еще мяты имбирь куркума и фенхель которые как я говорю тропны к пищеварительной системе есть детские пробиотики биосист справа только в Америке есть смесь тамер типа укротителя животика в детском наборе но опять-таки в Америке и есть роллеры мяты роллеры дигизден в общем ассортимент колоссальный выбирайте по деньгам и по возможностям я тут чуть-чуть пробегусь значит не сварение это как правило не хватка ферментов которые у нас производятся там уже в ротовой полости и в соответственно в желудке и в 12-перстной кишке и там дальше вот в тонком кишечнике и собственно в магазинах много всяких ферментов там вот эти мизинфорты бобензим и так далее они делаются довольно часто из толченной просто внутренности мелкого рогатого скота и это провоцирует разного рода тоже иммунные проблемы кроме того это некий костыль который мешает вашим собственным ферментам вырабатываться тут все ферменты или микробиологического или растительного происхождения вот значит розаим устраняет выработку ферментов и способствует выработке собственных и соответственно никакие там спазмы и прочие недомогания не будут и вот тут есть опять перечень ферментов которые туда положены портаза папаина мелаза лактаза липаза и вот обратите внимание последнее антиглютеновая ферментная смесь которая расщепляет глютен если например вы не готовы садиться на вот эту безглютеновую безказиновую диету попробуйте вот наши ферменты терозайм опять-таки их пока что надо заказывать в Америке вот есть даже такой особый фермент альфа-галоксидаза который разрушает все белки которые способствуют метеоризму вот значит пробиотики пробиотики это вот тот самый микробиом та самая микрофлора которая живет у нас но тут естественно не 500 там 300 штаммов а только взяты 6 самых самых популярных и они запихнуты видите в такую капсулу двойную с хлорофиллом и вот в каждой такой дозе содержится 6 миллиардов полезных бактерий вот опять тут вот видите этикеточка чтобы вам было понятно какие на самом деле именно штаммы там есть тут они перечислены 6 штук и также есть пребиотик пребиотик это то на что эти бактерии садятся и что помогает им размножаться и вот эта самая двустойная капсула она предназначена для того чтобы по ходу дела по дороге еще в желудке эти самые замечательные бактерии не были бы переварены чтобы они действительно заселились засеялись и потом размножившись подавили нашу патогенную микрофлору вот GX-ассист вот как бы эквивалент 6 баночек орегано чайное дерево лимон лимонграсс мят и тимьян это противопаразитарный и тоже детоксикационный комплекс вот и это все было про пищеварение теперь у нас есть замечательная серия про капаеву и есть эфирное масло капаевы есть разведенное в виде роллера и есть капсулированное в виде капсул все они содержат бета-кариофилен бета-кариофилен это аналог каннабиноидов каннабиноиды это как вы знаете ну тип марихуаны такие наркотики которые применяются исключительно в медицине для обезболивающего противовоспалительного эффекта но потом выяснилось что они обладают всякой такой побочкой вызывают привыкание и к сожалению передозировка приводит к преждевременной смерти капаева это точнее капаифера это такие растения из дельты амазонки их тут четыре разных вида из них добывают смолу так же как ее добывают например березовый сок из березы или кленовый сок из клена просто сверлится дырочка на ночь ставится некий сосуд утром она залепляется чтобы растение могло накопить новые силы и вот вы видите какое количество диагнозов которые можно как-то откорректировать и первые я выделила те которые интересуют нас это аутизм нарушение сна стресс синдром дефицита внимания депрессия тревожность перепад настроения мигрени эпилепсия и так далее пошли другие неврологические диагнозы и не только неврологические то есть вообще считается что у нас есть внутренняя эндоканабиноидная система и мы сами синтезируем даже это вещество которое регулирует ну абсолютно все там и мозг и легкие и сердце и печень и кишечник и значит поджелудочную железу ну в общем мышцы кости в общем это то что тоже надо иметь и оно у нас есть и наконец тоже пару лет назад на конвенции нам представили новую систему новый продукт который называется адаптив у меня даже было подозрение что его специально сделали для аутистов в связи вот с этой самой эпидемией не эпидемией она конечно не заразная но вот массовым распространением этой проблемы вот и соответственно вот есть эфирное масло и есть разведенные ролли а сейчас секунду что-то не только пошло вот значит у них разный состав то есть если мы берем роллер или эфирное масло то в него входит лаванда нероли магнолия и ликвид дамбр это такая сладкая смола и все они так же как и лаванда содержат линолол и обладают успокаивающим действием для поднятия настроения туда добавлен дикий апельсин садовый мёд и тоже для снятия тревожности розмарин копаем а вот их рекомендуется распылять или наносить на кожу а вот бац в нём в нём тоже входят эфирные масла лаванда апельсин кориандр и фенхель а также там есть экстракт канны который называется скелетин скрученный а также там есть гамма-аминомасляная кислота габа а это вообще важнейший тормозной медиатор центральной нервной системы который как раз успокаивает и вызывает процесс торможения а источником омега-3 растительной там является такое аналитное растение поробейник полевой то есть в идеале использовать это всё в комплексе и то есть мне кажется вот что если выбирать например то нужен сенсорный протокол и вот это самое тема хотя ладан и дидиар тоже никуда не деваются вот лаванда успокаивает магнолия это просто упоительный запах я его например отыскиваю в любой смеси а у нас много смесей магнолии это например и цитрус блум и адаптив и стеди и этот самый сейчас вот в Америке издали в прошлом году малама и так далее то есть магнолию добавляют именно за её совершенно несравненные успокаивательные качества нерали тоже успокаивает но одновременно бодрит копая поднимает настроение дикий апельсиль розмарин даёт энергию садовая мята помогает рассредоточиться и можно пользоваться самыми разными способами просто распылять хотите через диффузор хотите через обычную такую прысковку можно дышать с ладони можно дышать из кулона наносить там на пульсовые точки на висках на запястьях делать массаж опять-таки позвоночник шейно-воротниковой зоны добавлять ванны и растирать стопы и главное что-то безумно приятно пахнет вот ну а соответственно в каких случаях используется именно смесь адаптив кстати в этом месяце если я не путаю адаптив дают за 190 очков в качестве подарка в Америке вот это и беспокойство и тревожность стресс кстати гормональный дисбаланс ну и опять вот усталость потеря самоконтроля скутность мышления перепад настроения заниженная самооценка у подростков вот и тут вот как бы сфотографированный этикетчик чтобы вы убедились в том что там действительно есть все что там написано и этот самый гамма-аминно-масляная кислота вот и есть соответственно смесь серенити она отличается от масла там находится правда эфирное масло лаванды тоже даже как и в смеси но туда добавлена аминокислота альтианин который природный релаксант а также сделаны экстракты из мелисы пассифлоры и немецкой ромашки и последняя замечательная совершенно парочка из наших бадов это куркума и вот куркуму сейчас наконец сертифицировали ее наконец можно купить в России в ней находятся двойные капсулы в которые одновременно идет и экстракт толченый высушенный экстракт из корней 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 крюкумы и уже само эфирное масло они замечательным образом дополняют друг друга и вот сохраниться вместе как бы не испортив друг друга они могут именно в этих самых двойной капсуле будущее изолированные а соединяются они уже у нас в организме и вот пожалуйста все что связано с нервной системой клеточной комплексами антиоксидантная защита нормализация обмена сахара и жирового обмена снятие воспалений и в целом здоровье иммунной системы поддерживает этот БАД вот а куркуму в виде эфирного масла можно использовать при уходе за кожей лица в том числе она обладает и бактерицидным и фунгицидным действием восстанавливает клетки ну как бы испорченные с там нарушенными раны еще что-то вообще используется в первую очередь при проблемах с пищеварением и препятствует аутоиммунным процессам про аутоиммунные мы уже с вами говорили вот например все что происходит с пищеварением у людей с рас это аутоиммунный процесс это фактически синдром кишечника и вот куркума нам тут в помощь и даже вот я не перевела этот слайд но вот это рецепт который предлагают для того чтобы снять множественные воспаления в организме то есть принимать БАДы куркуму и КАПАИБУ по одной две капсулы там утром куркуму вечером КАПАИБУ и добавлять смешивать равное количество куркумы и КАПАИБУ и наносить наружно кстати рецепт для людей с расстройствами РАС который позволяет им и пробудить речь и повысить концентрацию внимания и начать как-то социализироваться это смесь в рапных долях КАПАИБУ и ЛАТАН и об этом мы будем говорить в следующий раз вот и я наконец кончаю занимать ваше внимание просто хочу сказать что нужно заботиться не только о ребенке или взрослом вашем ребенке но и о себе самих потому что и в обычной жизни нам стрессов хватает особенно вот сейчас но если там семья всю ночь не спала потому что ребенок не спал если вы не можете никуда пойти отдохнуть потому что вот у него там понос или он ведет себя неуправляемо агрессивно еще чего-то это посттравматическое расстройство для взрослых по этому поводу все что я говорила для вот людей с какими-то проблемами нужно использовать ровно в тех же случаях для всех членов семьи и вот как говорит наш гуру Александр Кожевников помазать нужно каждого например просто влет определяем людей не помазанных сейчас я попробую попробую показать вам если у меня получится видео watch watch Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры создавал DimaTorzok На этом я хочу закончить, чтобы вы видели, что они используют неразведенные масла даже грудным детям и наносят их куда? На стопы, на спинку и дышат с ладошек. Значит, если на ролике написано слово «тач», это означает, что оно разведено в пропорции 1 к 2, 1 к 3, то есть это 33 или 25%. Если на нем не написано слово «тач», как, например, на Клэри Калме или, например, на Интюне, это означает, что оно не разведено. Но раз оно сделано в роллере, это означает, что его можно прямо так наносить на кожу. Пожалуйста, ничего не бойтесь. Я могу сейчас посмотреть чат, чтобы понять, есть ли у вас какие-то вопросы. Или присылайте их, пожалуйста, в наш чат в Телеграме. Потому что, к сожалению, вот такая длиннющая лекция получилась, а две ее части я даже не успела приготовить. Это техника безопасности, а также именно конкретные протоколы из тех книг, из ресурсов, которые я вам рекомендовала. И нас ждут еще две лекции по результатам. Поэтому, чтобы вы все-таки не устали ждать, я вам расскажу или за одну лекцию, или за две результаты для расстройства атистического спектра и прочих неврологических диагнозов. А потом такие бонус-лекции будут именно, потому что большинство людей, на самом деле, про которых я буду рассказывать, они использовали одно, два, три, ну максимум там пять продуктов. Ну, насколько хватило энтузиазма и денег. А на самом деле вот этих протоколов и способов их гораздо больше. У меня, наверное, играет это самое. Вот. Тогда такое классное видео. Хорошо, я пришлю. Ладно. Тогда до встречи. Всего доброго. Продолжение следует...